Всем привет, мои хорошие! Всем доброе утро! А по всем доброго ранку! Вы на канале Украинки, который сейчас находится в Германии. В Германии я работаю и изучаю язык. У меня сегодня достаточно активное утро. Я уже позавтракала. Вот. Завтракала вот такими вот горячими бутербродами. Одна штучка. Это я сегодня опять готовила. Так, потом у меня будет кофе. Косифия остывает пока что. Вот такой вот кези кюфен. Покупала вчера в Кауфланде. Ну, это такой типа как сладкий творог, сладкий сырок. Здесь, наверное, какое-то из теста основание есть. Давно покупала, уже не помню, что это такое. Вот. Ну, сладенькое будет. Кофе хорошо. И вчера с вечера девчоночки мариновала куриные крылья. Поставила в духовку запекаться. Кстати, сразу пошли после этих горячих бутербродов. В общем, все, как говорится, с утра приготовлю. Будет мне на несколько дней. Так. И потом меня спрашивали за таблетки для посудомоечной машинки. Я сегодня ее запущу. Когда приготовятся крылья, испытаю как раз эти новые таблетки. Потому что я не знаю. Я еще пока что их не пробовала. Как раз помою вот этот вот противень. Ну, и посмотрим, как они отмывают посуду. Потому что Наташа писала, что это хорошие таблетки. Вика спрашивала. Ее интересует, ну, как они моют. Да? Не знаю. Когда попробую, тогда вам расскажу. Так. Погоду вам надо показать. Сейчас один момент. Ну, погода у нас такая. То ли дождь, то ли не дождь. В общем, такая вот с утра вроде бы как маленький дождь шел. Туман. Да, солнца не будет. У нас по прогнозу нет солнечных дней в ближайшее время. Ну, плюсовая температура, это понятно. Кстати, надо немножко проветрить кухню. Буквально парочку минут. Все. Буду пить кофе. Так что мне смачно и кавы. Так, все. Готовы мои крылышки. Я не знаю, ребята. Как по мне, они очень красивые получились. Румяные. Я их сильно не зажаривала. Вот. Ну, короче, вот так вот, чтобы они, видите, ну, зажарила нормально, но вот сильно-сильно я их не зажаривала. Чтобы они не были сухими, потому что такими они мне нравятся. Знаете, что я их мариновала вот в таком вот соусе. Сейчас я вам покажу. Я уже когда-то показывала. У меня есть рецепт на канале. Терияки барбекю. Соус. Добавляла сюда черный молотый перец и добавляла приправу к свинине. И соль добавляла. Все. Это весь маринад. И потом еще, когда они запекались в духовке, я их смазывала один раз. Вот. На блюдечко наливала вот такой вот соус и смазывала эти крылья. Вспомнила про крылышки. Смотрю канал одного блогера, кстати, который тоже здесь находится в Германии. Вот. И там прозвучала такая мысль, что не нравятся куриные крылья, потому что там нет мяса, там мало мяса. Ну, как по мне, здесь мяса достаточно. Мне больше, как бы, мяса и не надо, зато оно такое, знаете, не сухое, вкусное. Ну, блин. Я люблю такое. Мне такое нравится. Хорошие мои. Буду сейчас тестировать эти таблетки. Надо переставить крылышки. Такие вот. А жидкость я слила в лоточек. Так, таблетки. Вскрыла вот эту вот упаковку. Значит, смотрите, здесь написано, что они, оболочка вот эта вот растворяется. Ну, естественно, да, это капсула, ничего не надо разрывать, никакую пленку. Здесь я видела в магазине, ага, вот видите, экстра трокен эффект. Вот, написано. То есть, по идее, должно оно еще и сухое выходить. какое-то суперсухое. Вся посуда должна выходить суперсухая. Не знаю, правда, правда это или нет. В общем, короче, все должно супер отмываться. Все должно быть супер-пупер. Так, сейчас я открою посудомойку. Единственное, что, конечно, она у меня заполнена, ну, где-то процентов на 70. Но из-за того, что вот этот вот противень здесь, то я решила попробовать. Положу сейчас в отсек для таблеток. Закрываю так программу, какую мне надо выбрать. Значит, выберу я, наверное, программу на сколько? Хочу вообще на полтора часа поставить. Нет, это часовая. 60 градусов. Ладно, пускай будет на час. На час на 60 градусов. Не очень много посуды. Вот, нормально. В общем, короче говоря, пошли испытываться. Ребята, проверяю, тестирую свой микрофон. Мне кажется, иногда, что у меня через микрофон хуже звук, чем без микрофона. Но поскольку работает шпильмашина, моется посуда, я же вам обещала, что я вам расскажу свое, так сказать, особое мнение по поводу этих новых таблеток. Чтобы щелкнула, не знаю. Короче, говоря, ребят, меня просили рассказать про свою работу. Поскольку я в отпуске, ну, я не знаю, короче, мне уже тема работы, честно говоря, поднадоела, но вот буквально несколько видео тому назад меня просили, расскажи, что ты делаешь на работе, расскажи, что такое, какой у вас там рабочий процесс. Тема работы мне поднадоела, потому что получается, все время из видео, видео, работа, 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 вот, ну, так оно по большому счету и получается, потому что что у тебя, да, если ты ходишь на работу, у тебя работа, курсы, дом, ну, как у всех, я не знаю, потому что, ну, короче, 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 ладно, короче, я промолчу, я не буду комментировать некоторые комментарии, вот, хотя могла бы, но не хочу, вот, значит, по своей работе, поскольку снимать я не могу, это запрещено правилами компаниями, компании, ей этого делать категорически нельзя, поэтому я на работе не снимаю, что я могу вам сказать, я вам, наверное, расскажу основные процессы, ну, вот, допустим, когда я прихожу на самую раннюю смену, да, значит, самая ранняя смена для сотрудника Бестро в обычный день, если нет инвентаризации, если инвентаризация, если идет пересчет количество продуктов, остатков на первое число каждого месяца, то тогда команда приходит на 6 часов утра и начинается пересчет, вот, если это не первое число и нет инвентаризации, то тогда смена начинается либо в 8, либо сейчас вот в последнее время ставить на 8-15, значит, ты приходишь, ты запускаешь вот эту вот горячую станцию, которая находится прямо перед тобой, ты включаешь штен, включаешь воду для того, чтобы станция не работала на сухую, потом ты привозишь на такой специальной металлической тележке различные такие металлические емкости, в которых будут потом помещаться продукты. Какие продукты? Продукты это булочки, это вегетарианские сосиски, их два вида, одни из овощей, вторые это плант сосич, это как бы фляш, имитейт, замена мяса, вот, что еще, цимшнекели, но это булочки, они отдельно, вот, ну и булочки, да, булочки, которые разогреваются в тостере, или не в тостере, а как это правильно называть, это не тостер правильно называется, я забыла, как это называется аппарат, гриль, не гриль, ну в общем, короче, гриль для булочек, вот, вот так вот правильно, привозишь на металлической тележке, выставляешь эти емкости, получается две металлические емкости, вот обычные сосиски, в которые заливается просто горячая вода, не кипяток, а просто горячая вода, и туда выкладывается по две упаковки сосисок, или же, если это утро, если это будний день, то тогда по одной упаковке, потому что клиентов мало с утра, булочки разогреваются на этом гриле, готовятся вегетарианские сосиски и синабоны, булочки с корицей, цимшнеккели, вместе с вегетарианскими сосисками в духовом шкафу, вот, их можно готовить на одной программе, просто время приготовления там немножко разное, булочки получаются замороженные, то есть их надо, ну, разморозить и спечь, это все делается в духовке, вегетарианские сосиски, которые из овощей, они тоже запекаются в этом духовом шкафу, плант сосиски, они запекаются на другой программе, вот, там другие показатели нужны, и поэтому они готовятся отдельно, вот, и к 9 часам утра должно быть все готово, то есть должны быть готовы и те сосиски, и те сосиски, обычные сосиски, должны быть готовы булочки, кроме того, нужно подготовить вот эти вот станции, на которых стоит кетчуп, соус и горчица, у нас получается их две станции, да, на двух станциях соусы одинаковы, только разница в том, что на одной станции ты привозишь капусту и сухой лук, свибель вот этот вот жареный, сухой, и на вторую станцию ставится огурец маринованный и тот же лук. Проверить свет в холодильниках, в морозильниках, в которых хранятся продукты, включить этот свет в холодильнике, в котором хранится селедка в банках, которая продается, тоже надо свет включить, проверить во всех морозильных камерах правильность температуры, записать эту температуру прямо с утра, есть такой специальный листик, где в течение дня по времени ты записываешь, ты ходишь, проверяешь и записываешь температуру. так, приготовить, привезти, значит, вот эти вот вегетарианские и плант, сосиски и булочки, они хранятся в специальной такой комнате, в которой поддерживается минусовая температура, то есть, это по сути дела морозильник, вот, они предварительно выкладываются, значит, на специальные такие, ну, как называется противень, да, для булочек это большой противень, для сосисок это противень такие металлические, поменьше, и хранятся они уже в другой комнате потом, ну, как бы, да, в соседней получается, там, где уже плюсовая температура, хранятся до тех пор, пока не возникнет надобность привезти и поставить уже их в наш холодильник. из нашего холодильника они попадают в духовку, вот так вот, вот такой вот у них путь получается, вот, ну, естественно, что пока ты один, а где-то вот с 8 до полдвенадцатого ты можешь быть один, то твоя задача только вот не подготавливать, а, ну, подготовить саму станцию, поставить то, что я вам сказала, там, где соусы и все остальное, там, цвибель, все это, вот, испечь первую партию булочек, подготовить, естественно, и те сосиски, и те сосиски, и те сосиски, и булочки, чтобы были готовы, нужно сходить, взять деньги, деньги приносятся в специальный такой вот, как бы, как-то, тесник, есть, ну, металлический такой, как бы, как это правильно называть, сейф такой длинный, ну, да, девочки, которые на кассах работают, знают, как это правильно называется, вот, там, где монетки разложены по ячейкам, и там, где купюры денежные, да, вот, идешь в специальную комнату, я ее называю секретной комнатой, туда клиенты попасть не могут, простые посетители не могут зайти, то есть, ты заходишь туда по пингоду, по, так сказать, специальной такой вот штучке, магнитной или не магнитной, в общем, я не знаю, вот, тебе аппарат выдает деньги, выдает чек первоначально, сколько аппарат выдал денег, вот, ты приносишь, запускаешь кассу, ну, и, собственно говоря, ждешь первого клиента, потом твоя задача, если ты один, обслуживать, рассчитывать клиента, готовить хот-дог, то есть, это булочка, которая уже разрезанная, разогретая, ты вкладываешь сосиску, бумажный такой специальный конвертик, отдаешь клиенту, с булочкой происходит то же самое, вот, то есть, по факту, тот же бумажный конвертик и тоже отдаешь клиенту, клиент может взять с собой такой вот специальный бумажный пакетик, который у нас выкладывается для клиентов, и они, в принципе, бесплатные, значит, для мороженого, если клиент покупает мороженое, ты выдаешь ему вафельный стаканчик и специально такую монетку для аппарата для мороженого, вот, кофе, значит, выдается такой вот, как это называется, картонный такой, ну, одноразовый стаканчик, и для напитков тоже идут одноразовые, но более высокие стаканчики, ага, за напитки, значит, две станции, две такие, как бы, мини-станции для напитков, которые расположены в разных сторонах, получается, ну, одна, как бы, справа, вторая, слева, да, вот, чтобы клиентам было удобно, значит, эти аппараты тоже запускаются, утром обязательно, ты должен сделать, проверить, чтобы все работало, чтобы было все чисто, чтобы было все привлекательно, дальше, нужно обязательно с утра запустить кофемашину непосредственно в самом бестро, нужно поставить туда молоко, нужно настроить эту кофемашину, это все делается по программе, смотрит, чтобы все работало, чтобы поступало молоко, чтобы было все нормально, и еще одна из кофемашина, она расположена в другом совершенно конце зала, это называется кофемашина самообслуживания, это там, где люди могут сами бросать монетки, и сами, в общем-то, ну, как бы, захотел кофе, да, там стоят стаканчики, салфетки, сахар, палочки вот эти вот для кофе, ну, люди там сами приходят, монетки побросали, кофе взяли, как-то так, вот, в общем, вроде бы все я вам так рассказала, в принципе, основное, да, да, ну, как бы вот так вот, то есть работаем, единственное, что спасает, вот, если утренняя смена, если ты, вот, будний день, то, если нет каникул, правда, вот, если нет каникул, тогда немного людей, вот, немного людей, где-то до полдвенадцатого, до одиннадцати людей немного, потом все равно идут люди, даже в будний день, а если каникулы, если какие-то праздничные дни в Германии, то людей очень много, и очень много людей, особенно в субботу, как правило, в субботу, это самые напряженные дни, в субботу мы не следим за станциями, на которых вот эти соусы, лук и всякие там, капуста и огурец, это делает отдельный персонал, вот, они же убирают, а будние дни следим мы, для того, чтобы там все было, для того, чтобы там все было в наличии, скажем так, там еще салфетки должны быть, вот, и люди сами определяют, что им добавить к хот-догу, да, что они хотят, там, лук, допустим, огурец, или синяя капуста, то есть это все на их вкус, на их, ну, по их решению происходит, вот, вроде бы все, клиенту нужно обязательно предложить выдать чек, даже на самую мелкую покупку, даже если он покупает просто хот-дог, который, обычный хот-дог с сосиской стоит 2 евро, даже на самую мелочную покупку, нужно предложить клиенту чек, как правило, люди отказываются, но есть такие случаи, когда люди чеки берут, когда большая покупка, как правило, люди берут чеки обязательно, ну, вот такие вот, как-то так, я и сама всегда, если покупка такая, более не менее крупная, тоже всегда берут чеки, естественно, требуется от тебя доброжелательность, естественно, от тебя требуется вежливость, естественно, ты должен, ну, как бы, нормально общаться с клиентами, и быть, скажем так, клиентонаправленным, вот так вот, ну, я не знаю, это все нормально, это все так и должно быть, вот, как-то так, так, домывается посуда, я вам потом расскажу про эти таблетки, окей? Так, вернулась на кухню, домыла посудомойка посуду, значит, смотрите, что получается, ну, ребят, конечно, видите, противень, мокроват, да, противень отмыт, но с учетом того, что здесь была пергаментная бумага, то он был не слишком загрязнен, так, по посуде, посуда, значит, чашки чистые, чистые, так, дальше смотрим, по тарелкам, миска чистая, тарелки все идеально чистые, вот в таком вот положении стояла посуда, если посуду поставить не правильно, то посуда и промоется плохо, такое бывает, посуду надо ставить правильно, по поводу, сухая посуда или нет, ну, в принципе, в принципе, вот блюдца сухие, нормальные, сразу их выкладываю сюда, так, вот эти вот тарелочки сухие, да, все сухое, нормально все, все хорошо, но мне кажется, что такой эффект был и с другим средством, эти тарелочки выходят вот сюда, извините, вот туда я их ставлю, туда на верхнюю полочку, так, чашка, ну, чашка тоже помыта хорошо, нормально, немножко мокровата, но это не критично, ну, досточка, это вообще не вопрос, так, ножи, вилки, это все понятно, что это все промыто нормально, вот это вот что-то, что-то какое-то пятнышко, не знаю, почему не отмыло, так, в принципе, все остальное промыто нормально, да, все нормально промыто, все чистенькое, все хорошо, не знаю, что надо все это теперь разложить, оставить вот таком положении шпильмашину, потому что она должна просохнуть, так, теперь, раз уж я с вами разбирала, хочет распределить, так, ножницы не на месте, ножницы не на месте, ножницы уходят сюда, так, распределить, все, все столовые приборы распределить, так, значит, досточка сюда, заодно, заодно и порядок на виду, так, здесь что-то не так лежит, так, нож сюда, уходит, здесь ему место, вот, так, кисточка пойдет сюда, так, это высоко, дальше чашки, чашки сюда, ребятки, вот это вот мои любимые маленькие чашки, я с них люблю пить кофе, это мой объем, так, и, что еще у меня осталось, у меня еще осталась вот эта вот миска, вот, значит, я ее сейчас сюда поставлю, большая миска, сюда, и, получается, она у меня уйдет наверх, вот туда вот, на верхушечку, и закрою, здесь хранятся бокалы и стаканы, и здесь хранится мой измельчитель, качеством таблеток осталось довольно, вот, мне все понравилось, все подошло, запаха такого ядреного нет, все нормально, так что, девчонки, кто, может быть, выбирает таблетки, кто хочет себе поменять таблетки, кто хочет купить, не знает какие, то вот эти вот, в дайме таблетки, 3,99 стоят 30 штук, нормальные таблетки, хорошие, я осталась довольна, свой влог я буду заканчивать, своей ридней Украине, как завжди, я божаю, как наискорише мирного неба, как наискорише тихих и спокойных днів, и ночей, чтобы все у нас было доброе, чтобы все у нас было гаразд. Бережи Боже кожного, кто сейчас в Украине, девчата, я знаю, что вам очень-очень важко. Всем пока-пока.